Изменения в приказе Минздрава России, по которым электронные больничные теперь легализованы официально, по идее должны разгрузить поликлиники. При всплеске амбулаторных больных это, похоже, самый разумный выход. Дистанционный больничный лист может быть открыт на 7 дней. В течение этих 7 дней пациент будет наблюдаться с помощью голосового помощника, который будет ежедневно обзванивать пациентов и уточнять состояние пациента. Его состояние будет фиксироваться в электронном виде, и при ухудшении состояния операторы колл-центра будут связываться и уточнять информацию уже у самого пациента. Для электронного оформления больничного теперь нужно первонаперво позвонить на линию 122 и ответить на вопросы робота Виктории. В ходе разговора она предложит открыть больничный. Соглашайтесь. Далее все сведения о вашем состоянии уходят в вашу же поликлинику. В случае, если пациент не прикреплен к медучреждению или в данный момент в гостях, то сведения о нем направят в ближайшую поликлинику. После чего на связь выйдет медицинский работник и уточнит состояние здоровья. В первую очередь это наличие температурной реакции и наличие положительного результата в ПЦР. Врач дистанционного центра будет принимать решение о необходимости личного осмотра на дому. Экспресс-тестирование здесь тоже возможно. То есть экспресс-тестирование всеми методическими рекомендациями оно разрешено. В поликлинике ОКБ врач дистанционного центра работает с пациентами уже с 4 февраля. Как уточняет заведующий терапевтическим отделением Елена Андрейчева, сегодня дистанционных обращений в среднем больше сотни. Дистанционное консультирование безочного приема позволяет разгрузить врачей, решает проблему очередей. Врач дистанционного центра областной клинической больницы, которая осуществляет дистанционные консультации пациентам, определяет необходимость открытия больничного листа именно дистанционно безочной консультации, определяет необходимость направления медика домой. Также врач дистанционного центра при необходимости продлит вам больничный и даже закроет его без посещения поликлиники. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».